Нашу сестру Елену Тауткус, но большая просьба, пока Елена будет говорить, готовьте свои свидетельства. Приготовите свои свидетельства, за что последнее можете смело доизлезти и докажете нечто. Давайте поприветствуем нашу сестру Елену. Поздравим сестра Елена. Слава Господу. Слава на Бога. Моя Библия здесь. Моя Библия тут. Мы очень рады, что мы сегодня здесь. Много се радуваме, че днес мы тук. Это чудо. Твое чудо. Мы должны были быть в другом месте. Но Господь решил, что сегодня мы должны быть с вами. Обаче Господь решил, что днес трябва да сме с вас. Слава Господу. Слава на Господа. Он управляет нашими путями. Той управлява путешествия с нами. Мы уверовали где-то 30 лет назад с мужем. И не поверохме некогда преди 30 години заедно с мужами. И я стала читать Библию. И започнах да читаю Библию. И сегодня я хочу поделиться. И днесийском Господе. Первое Тимофея. Первое Тимофея. От начала. От самого начала. Это местописание очень... Второе Тимофея. Первое Тимофея. Вторая глава. Вторая глава. Это местописание очень сильно дотронулось до нашего сердца. Прямо сразу. И мы стали исполнять. Итак. Прежде всего. Прошу совершать молитвы. Прошение. Моление. Благодарение за всех человек. Благодарение за всички чувеци. За царей. За царей. И за всех начальствующих. И за всички куитуса в высокопоставении. Дабы проводить нам жизнь. За допумением тихую. Тихую. И безмятежную. Испокоен живот. Во всяком благочестии и чистоте. В полном благочестии и серьезности. Слава Господи. Слава на Бога. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Твое добро и благоприятно пред Бога. Наши спасители. Которые хочут. Которые иска. Чтобы все люди спаслись. Да се спасат всички чувеци. И достигли познания истины. И да постигнат познание на истината. Ибо един Бог. Защото има само един Бог. И един посредник между Богом. И един худота и между Бога. И человеками. И човеците. Человек Христос Иисус. Човекът Христос Иисус. Слава Господа. Слава на Господа. Мы поняли, что надо молиться. Ние разбрахме, че трябва да се молим. За царей. За царей. За начальство еще. За тези, които са високо поставени. За президентов. За президентите. За политиков. За политиците. И мы стали это выполнять. И започнахме да го исполняваме. В это время был Михаил Горбачев. В това време беши Михаил Горбачев. Сейчас вчера были его похороны. И сега вчера бяха негуд погребени. Он кончил свой земной путь. То есть и приключил земний живот. Но это было тридцать лет назад. Обаче това било преди тридцать години. Много лет назад. Мы стали за него молиться. Преди доста години започнахме да се молим за него. И мы молились. И мы молились. Слава Господу за этого человека. Иногда мы не понимаем почему что-то в политике происходит. Оказывается Бог желал. И се указва, че Господ е желал. Чтобы его люди могли выйти из Советского Союза. На свою родину. В родината си. И Михаил Горбачев был человек, через которого Бог действовал. И Михаил Горбачев был человек, через которого Господ действовал. И мы молились за него. И ние се молихме за него. Потом мы уехали из Литвы. Это было перед 2000 годом. След това заминахме от Литва. Това беше преди 2000 година. Я обучалась английскому языку. Аз се обучавах на английский язык. В Ирландии. В Ирландии. И моя учительница мне говорит. И моята преподавателька ми казва. Приезжает Горбачев. Ще идва Горбачев. И он хочет встретиться с русскими людьми. И той иска да се видит с руснацити. Со всеми, кто из Советского Союза. Со всичките хора, които са от Советского Союза. Вы должны пойти. Ви трябва да утидите. Он хочет с вами поговорить. Той иска да си поговорит с вас. Я, конечно, смеялась. Я сразбирался си смях. И эта наивная учительница. Тази наивна преподавателька. Она думает, что Горбачев. Си мыслила, че Горбачев. Будет говорить с простыми людьми. Ти си говори си спроси хора. И я посмеялась, но она настаивала. И я си посмяху бачи тя настояваши. И я сказала, хорошо, мы пойдем. Я си казах добре, ищи дойлим. И мы стали молиться. И започнах ми да си молим. И в молитве поняли, что, наверное, не получится у нас с ним поговорить. И в молитвата разбрахме, че най-вероятно няма да не се получи да поговорим с него. И проповедовать ему Евангелие. И да проповедваме Евангелието на него. Тогда мы решили написать письмо. И тогава ние решихме да му напишем письмо. И передадим ему. И да му го предадим. Мы очень молились, постились и писали это письмо. Ние молихме, постихме и пишехме това письмо. Мы вложили туда все свои чувства. И вложим в него всички тиси чувства. Благодарности. Благодарности. Слово Бога. Словото на Господа. И Евангелие. И Евангелието. Что Господь хочет, чтобы он был спасен. Вечности. Не только послужил на земле, но и в вечности. Не само да послужит тук, на земята, но и в вечности. И мы написали это письмо. И написахме това письмо. Мы заклеили в конверт. Залипихме голову в плик. И мы пошли. И трыбнахме. Когда мы приехали. И куда туда идохме. Конечно, там была полиция. Разбирайся, там има ше полиция. И там были посты, заставы. Имаши постовы. И мы пошли. И первая застава нас спросили, кто такие. Я говорю, ну мы просто из Советского Союза. И у нас есть письмо. Ах, письмо. Проходите. Там был второй пост. Когда человек прошел первую фильтрацию, он шел на вторую. И там нас спросили, кто такие. В каком вы списке. Мы не в списке. У нас только письмо. Хорошо, письмо проходите. Мы зашли до третьей заставы. И я поняла, что мы не на своем месте. Это недоразумение. Нас стали расспрашивать. И я очень твердо сказала. Что нам ничего не надо. У нас только есть письмо. И мы бы хотели. Нам сказали, не переживайте, проходите. А эти люди с письмом. По всей вероятности. Они подумали, что Горбачев прислал нам письмо. Но мой английский язык. У вашей английский язык. Не был настолько совершен. Не беше толкова совершен. Чтобы я могла объясниться. Что ты им объясняй добре. Мы оказались на пресс-конференции. И соуказахме на пресс-конференции. Там было где-то 50 человек. Там бях около 50-ти души. Горбачев ответил на вопросы. И Горбачев отговорил на вопросы. Ему было присвоено звание почетного гражданина. Бешему присвоено звание. Свободного гражданина. Свободен гражданин. Дублина. На Дублин. Горбачев спросил, что это значит. Горбачев попиток. Как его значит? Он говорит, ты можешь пасти овец по любой улице Дублина. Это значит, чем можно, да пасти овцы по всякой улице на Дублина. Горбачев сказал, что он очень благодарен. То оказалось, что и много благодарен. Ирландскому правительству. На Ирландскому правительству. Президент Ирландии тоже там была. И президент Ирландии сушту была там. Потом был банкет. После им еще банкет. Русской пищи. Русская охрана. И мы оказались там. И с указахме и там. Я поняла, что надо передать письмо. И я как-то его передала. И по някакъв начин го предадох. Я была очень счастлива, что письмо дойдет до Крбачева. На банкете мы его видели только несколько секунд. Но нам сказали, что письмо дойдет и будет ему передано. Обаче не казаха, что письмо дойдет и будет ему передано. Мау. Для меня это было чудо. Русская пища была вкусной. Тогда у нас было тяжелое финансовое положение покушать. Это было очень приятно. И мы ушли потом с этого банкета. И в сердце были такие чувства, но мы как-то прорвались. Или мы такие, что мы там ворвались. А будет ли передано письмо? А прочитает ли он его? И мы очень переживали. Правильно ли все? И мы шли по улице Дублина. И мы молились. Молились, чтобы он прочитал это письмо. И тут как знак, через нас проехал его кортеж. И мы помахали в руках. Для нас это было как знак от Бога. Письмо передано. Аллилуйя. Миссия исполнена. Я хочу сказать каждому из вас. Молитесь. Молитесь за президента. За политиков. Если есть плохие политики. Не проклинайте. Благословляйте. Молитесь за своих родных. Молитесь за роднини теси. Вашими молитвами. С вашей молитвой. Они будут спасены. Через тех, что за спасений. Да благословит вас Господь. Нека Господь в благославе. Аминь. Спасибо большое. Спасибо.